Всем привет! Вы на канале Есть Вопрос. Меня зовут Евгения и сегодня у нас очередная игра. Наверное, уже первая партия новогодних салатов давно нарезана. Репетиция прошла успешно. Скоро нас ждет Рождество и наверняка вы снова будете резать салаты. Сегодня я расскажу вам про то, какую игру можно сделать развивающую для детей с помощью вот таких вот жестяных баночек. Нам понадобится основа нашей игры, это жестяная баночка. Жестяная баночка, которая, ну, соответственно, с одной стороны она у нас открыта, обработаны обязательно края, потому что она должна быть безопасной, это первое условие для игры с детьми. И сверху прорезаны вот такие вот дырочки. А дальше, дальше, это уже все, что есть у вас дома, к чему душа лежит, что вы найдете. В данном случае у нас это деревянные блоки, например, от какого-нибудь старого деревянного конструктора. Вот такие вот липучки, если вдруг у вас такие же есть на наклеящейся основе. У нас есть еще вот такие запчасти от конструктора магнитного, есть пуговки, есть крышечки от бутылок, есть вот такие железяшки, всякие разные. Есть вот такие магнитные глазки, если вдруг у вас есть магнитный конструктор, можно любые детальки от него использовать, это тоже от магнитного конструктора. И проволочная мишура, которая хорошо принимает любую форму. А сейчас о самой игре. Назовем ее, например, творческий конструктор или конструирование роботов, что угодно. Ну, я, например, собираюсь конструировать робота. Что я буду делать? Я возьму вот эту мишуру, которая хорошо принимает форму, и буду делать моему роботу волосы, скажем так, да, чтобы он у меня был красивый, волосатый. Чтобы волосы имели какую-то форму, можно, например, загнуть, да, вот так, как и делала это я. Она имеет вот такую форму, да, просто прямая. Я сделала кудряшки. Так будет веселей. И можно даже развить эту игру и затем играть в парикмахерскую, подстригать, например, делать различные косички, прически робота. Но в данном случае наша задача просто развить свою фантазию, фантазию ребенка, пофантазировать, весело провести время и создать что-то новое. Ну, вот, допустим, будут у нас вот такие волосы, из чего я сделаю глаза. Ну, я не буду сильно заморачиваться, я сделаю ему глаза из остатков детского конструктора магнитного. Вот у меня есть готовые глаза. Можно сделать глаза, как я уже говорила, из вот таких вот липучек. Например, если вдруг у вас они завалялись дома, да, я на черную основу наклеила белую и нарисовала черным маркером зрачки. Получатся такие глазки на липучке. То есть я их прилеплю и они будут держаться на моем роботе. Можно еще использовать, например, вот такие крышки для глаз. Но для того, чтобы они держались на жестяной баночке, нужно вот внутрь, да, приклеить магнитики. Для этого нужно их где-то купить или, если они есть у вас дома, например, приклеить внутрь. И тогда они будут хорошо конструироваться, приклеиваться сюда. Это же касается всего остального, что не имеет магнитов. Например, вот эти деревянные блоки, чтобы мы могли из них конструировать, мы должны наклеить, например, вот на эту часть, да, по магнитику. И тогда можно делать из него руки, ноги и ушки. Все, что угодно можно делать, если будут магниты. И вот эти вот, например, части, они сами по себе, конечно, могут стоять. Вот как ушки, да, у зайчика они могут стоять. Но лучше и прочнее, чтобы, например, можно было робота взять, повернуть, покрутить, поиграть им. Также приделать на вот эти вот части магниты. И тогда они будут прилипать, держаться, например, под чудесный зайчик. Также есть вот такие магниты для магнитных досок. Например, как вариант, можно сделать его вовнутрь банки. И тогда к нему будут прилипать другие части. Ну, то есть магнит будет держать изнутри. Вот он у меня магнитится. Как вариант. Если вы хотите, например, чтобы эти магниты не заморачиваться, да, не клеить, не искать, можно использовать вот такие магниты, если вдруг они у вас есть. Мне очень понравилось. Вот я нашла такую запчасть, сам конструктор уже давно утерян. Но вот такая маленькая запчасть, она сама по себе не очень интересна. Но в плане игры вот с этой баночкой, например, у меня получатся чудесные, например, ручки, которые дополнят образ, я не знаю, где там у него глаза. Ну, примерно вот так, да, ручки и ножки. В этом конструкторе, что хорошо, он считается безопасным, поскольку шарики не магниты, а магнитятся только палочки. Поэтому, если шарик ребенок, не дай бог, проглотит, это не опасно. Палочки магнитятся хорошо к крестяной банке, и можно придумывать с ними, опять же, различные варианты этого робота. Так что, если вдруг что-то у вас потерялось от конструкторов деревянных, магнитных, любых других, не выбрасывайте, откладывайте в какую-нибудь баночку, и потом придумывайте интересные игры. Также вот есть у меня какой-то, что-то типа неокуба, я так понимаю, это тоже магнитные шарики. Вот эти шарики, конечно, поопаснее для детей, потому что они сами магнитятся. Но ими можно играть с более старшими детьми и делать, например, вот такой язычок. Все что угодно. В общем, суть того, что я хотела сказать, что для игры с детьми самое главное – это ваша фантазия. А все остальное можно найти, можно придумать, из чего сделать. Главное – ваша фантазия и ваше желание играть с вашими детьми. Впереди нас ждет еще несколько выходных дней, которые мы проводим в кругу семьи. И чтобы эти дни не были скучными и стали запоминающимися для вас и ваших детей, я желаю вам придумывать как можно больше вариантов такого плана игр, фантазировать, искать какие-то другие варианты, дополнять их. Мы будем ждать их в комментариях, если вдруг вы как-то модифицируете эту игру. Мы будем очень рады, если вы поделитесь с нами в комментариях, и обязательно оценим ваш комментарий. С вами была Евгения, канал «Есть Вопрос» – ставьте лайки, жмите на колокольчик. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok